Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем-заканчиваем знакомство с Evernote, приложением для создания заметок. Evernote существует давно, пользуются им многие, включая главного редактора Теплицы Наталью Баранову. Вы, кстати, заходите на сайт, там много интересного. Итак, в прошлом видео мы все установили, рассказали-показали. Продолжим про форматирование текстозаметок. Тут можно выбрать цвет заполнения ячейки и вообще форматировать таблицу. Сейчас покажу сначала пару слов про работу с текстом. В принципе, я говорил, что это Word. Мне кажется, разработчики специально не стали ничего усложнять. Вы просто печатаете, делаете Ctrl-C, Ctrl-V и так далее. Все, что касается форматирования, в верхнем меню, но тут даже рассказывать не о чем. Все стандартно. Единственное, тут еще есть чекбоксы. Опять же Ctrl-C, Ctrl-V вынесем наверх и решим, что у нас короткосрочный проект по производству резиновых утят. Здесь можно добавить к документу какие-то элементы, скажем разделитель или таблицу. Про таблицу. Тут управление не совсем привычное. Если подвести к границе столбца появится такой плюсик. Нажимая на него вы добавляете столбцы и то же самое со строками. То есть, если добавить сюда, вы вставите пустую строку между двумя заполненными. Можно выделить строку и перенести ее в любое место. И открыв меню по клику на этом треугольнике можно что-то сделать либо со строкой, либо со столбцом, либо со всей таблицей. Например, удалить строку или закрасить ячейку. Или если выделить всю строку, закрасить всю строку. А вот. В целом все остальное, как в обычных таблицах. Вот так, кстати, можно развернуть заметку во всю ширину страницы. Если выделить всю строку, то можно, например, объединить ячейки. Ну и также если выделить несколько ячейок, их также можно объединить. Наверное, на этом с таблицами все. Так можно обратно разбить ячейки. Ну то есть по форматированию я даже не знаю, что еще можно добавить. Теперь по логистике. Сейчас заметка у нас в моем блокноте, поскольку мы были в нем, когда ее создавали. Ее можно переместить, например, в блокнот работа. А если у нас открыт в данный момент блокнот работа, то он сразу создаст заметку в нем. А так можно удалить заметку. Теперь про метки. Их необязательно создавать специально в разделе метки. Достаточно написать вот здесь. Если такой метки нет, он ее создаст. Вот она появилась в метках. И теперь вы можете ее добавлять в другие записи из любых блокнотов. Начинаете вводить, появляется строка автоподбора. Естественно, много меток заводить не советую. Если у вас к каждой записи своя метка, считайте, что их нет вовсе. Ну и теперь можно, например, вывести все записи по одной метке. Или можно это сделать отсюда. А так, например, можно искать записи по двум условиям. Мы ищем, например, метку резиновые утята в блокноте работа. Вот. Иначе он показал бы резиновых утят во всех блокнотах. Так, ну и еще два слова о вставке. О таблице и разделителе я уже говорил. Еще можно вставить файл. Вот, например, txt. Его он вставил прямо в тело заметки. А, например, если вставить udt, он его добавит просто как файл. Также можно вставлять фото, но можно и просто перетаскивать из проводника. Эффект тот же. И также можно делать принтскрины и вставлять сюда. Но куда удобнее воспользоваться плагином WebClipper, который мы установили в прошлом видео. Он, правда, работает только с сайтами, ну только в браузере, но зато обладает рядом дополнительных удобных функций. Открываем какую-нибудь статью. Нам ее, предположим, нужно сохранить. В трее висит значок Clipper. И мы можем сохранить какую-то часть страницы. Я так понимаю, что он по дивам просто проходит и выбирает центральные части. Либо страницу целиком. Либо выбрать какой кусок мы хотим сохранить. И у нас еще появляется возможность оставить дополнительные метки прямо на изображении. Тут разные инструменты. Есть текст. И даже есть вот такая функция. Не знаю, как ее назвать. Вроде как она не нужна, но круто, что есть. Выберем блокнот, в котором хотим сохранить. И получаем заметку. Название он подтянул из текста. Что еще? Еще совместная работа. Вы можете сделать заметку доступной всем, у кого есть ссылка. Но только для просмотра. Либо открыть возможность редактирования для отдельных лиц по email. Человеку придет ссылка. Ему нужно будет зарегистрироваться в Evernote. И после этого вы сможете вместе работать над заметками. А можно дать сотрудникам доступ к блокноту. Это уже превращает Evernote в Task Manager. И последнее. Доступно только в десктопной версии или мобильном приложении. Можно задать напоминание для какой-то заметки. Или вот такая фича. Можно записать аудио сообщение и добавить его в заметку. Весьма удобно, когда руки заняты. Печатать некогда. А мысль гениальная. Ну прямо вот классно. Удобно. По-русски. Бесплатно. Но ведь все же для людей. Но нет. Им ведь обязательно надо на ресторанных салфетках записывать. Все. Любите друг друга. На самом деле салфетки в ресторане это тоже хорошо. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.